Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня пятница и я приглашаю вас в свой онлайн-магазин фиалок. Сегодня я подготовила для вас детки стандартных сортов, немножко мини, трейлерные сорта и также укорененные листики с детками. Все, что вам понравится, я могу выслать вам почтой уже на будущей неделе, начиная со вторника. Как со мной связаться, как меня найти. В описании под видео я оставлю свои контакты. Ну и также, если у меня на телефоне будет достаточно памяти, я видео отмонтирую и сделаю вставочку своего номера телефона. Так, начну я со стандартов. Смотрите, самая первая красота это велоденна. Вот такая вот замечательная фиалочка с такой пестролистной розеточкой. Там много бутончиков. Скоро мы зацветем и я уже сделаю фото для альбома. Эта розетка моя, она не продается. Я просто вам показать, какая красота. В излишках есть вот такая вот замечательная деточка. Посмотрите, какая красивая. Эту детку еще не нужно пересаживать с этого стаканчика. Ей еще нужно расти здесь. Ниточка фитильная есть, но на фитиле я эту детку не выращивала. Она у меня растет на капиллярных матах. Поэтому, если вам понравится эта детка и вы захотите ее взять к себе, я бы не советовала ставить сразу на фитиль. Можно поливать с поддона, если у вас нет капиллярных матов. Или же по краю горшочка до тех пор, пока корней не станет больше. Потому что, в принципе, этот сорт такой не то что капризноватый, но просто он немножко тугодумный. В общем-то, кому понравилось, пишите. И эта детка поедет к вам. Так, идем дальше. Что у меня тут есть еще? Так, так, так. Есть у меня вот такая вот АВДамасская роза. Вот такая детка есть у меня. И есть у меня укорененный листик с деткой в излишках. Вот здесь две деточки. Листика. АВДамасская роза. Вообще классный сорт, обалденный сорт. Очень такой сорт, который любит цвести. Он очень плохо наращивает листовую массу, потому что все время цветет. Все время цветет. Вот такие вот сиреневенькие, нежно-сиреневого цвета цветы махровые. У меня эта розетка уже доцветает, можно так сказать. Вот. А вообще цветет шапкой. Листочков не видно. В общем-то, вот такая вот красота. Я выращиваю на фитильном поливе в семерочке. Но вообще этот сорт, мне кажется, даже в шестерке выращивать лучше. То есть большой объем горшочка не нужно давать этому сорту. Да, в принципе, и не только этому. Вообще большинство сортов АВД это такие компактные розеточки, которые не любят расти в больших горшочках, в восьмерках, в девятках. В общем-то, кому понравился сорт, в наличии пока одна детка или же укорененный листик с детками. Пишите, и это все поедет к вам. Так, еще хочу вам показать вот такую красоту. Это моя Леолиса. Обожаю этот сорт. Вообще беспроблемный. Всегда хорошо цветет. Очень долго цветет. Цветы, ну, не сказать, что это такие цветы, которые прям цветут по полгода. Да, нет. Поменьше, конечно, они портятся. Ну, где-то месяц цветут. От этого сорта пока деток нет. Но есть хороший один укорененный листик с детками. Вот такой вот. Вот, смотрите, здесь две-три, наверное, детки здесь точно. Эти детки, в принципе, уже можно отсаживать от листика. Вот эту вот уже точно можно отсаживать. Да, и эту тоже. А листик можно заново посадить, и он еще даст вам деток. В общем-то, вот такая вот красота тоже готова ехать к вам. Так, со стандартных сортов. Есть еще в излишках вот такая вот прелесть. Это сорт с кроновой эпистролистностью, и как гвоздика в золоте. Вот тоже вот такие вот классные детки. В наличии еще три детки. Они приблизительно одинаковых размеров. В принципе, эти детки тоже не нужно еще пересаживать с этих стаканчиков. Просто получаете, ставите на фитиль или же на маты, и доращиваете. Сорт растет, в принципе, неплохо, но немножко дольше, чем другие сорта. Очень красивые цветы. Крупные такие, красно-винного цвета, такой насыщенный цвет. Вот. И красивая вот такая вот розетка с кроновой эпистролистностью. В общем-то, кому понравилось, пишите, и это будет ваше. Еще один сорт с кроновой эпистролистностью. Екатерина Великая. Вот такая вот детка. Вот пока еще, конечно, незаметно, да, что здесь будет кроновая эпистролистность. Но это все временно. Вот. В наличии пока что одна детка. В принципе, пересаживать с этого стаканчика ее еще рано. Просто получаете и доращиваете. Я выращивала на капиллярных матах. На фитиле, ну, не знаю, я бы еще не ставила. Так. И покажу вам еще вот такой вот. Вот таких замечательных деток. ДС Сияющий колокольчик. Вот осталось две деточки у меня. ДС Сияющий колокольчик. Это такой сорт, который вот покупаете, и вы не прогадаете. Посмотрите. Посмотрите, что у меня тут зацвело. Это химера. Я в интернете загуглила под названием ДС Сияющий колокольчик. То есть от этого сорта, от ДС Сияющего колокольчика, есть закрепленная химера Пинка, ДС Пинка. А есть просто ДС Сияющий колокольчик. И вот, наконец-то у меня получилось. Здесь видите, какая интересная. Вот этот цветочек, скорее всего, откроется по сорту. А с этой стороны химерка. Чтобы получить химерку и закрепить ее, да, значит, что я буду делать? Я выращу вот эту красоту. Вот. Или же я укореню цветонос, попробую. Или же я срублю потом вот этой фиалочке голову и на вот этой стороне выращу пасынки. Посмотрите, здесь вот будет еще один цветочек. Вот. И вот эта сторона должна выдать химерные пасынки. Так что, приобретая таких вот деток, запросто можно ожидать вот такие вот приятные сюрпризы. Немножечко поморочиться и получить не только ДС Сияющий колокольчик в свою коллекцию, но еще и какую-нибудь химерку. Кстати, спорты от этого сорта тоже просто обалденные. Так. Поэтому пишем. В наличии только две детки. Больше нет. Дальше. Что у меня тут еще в остатках? Дальше у меня осталась одна деточка РМ Павлина. Смотрите, какая красота. На фитиле вот такие вот уже корешочки. Получаете недельку на адаптацию и пересаживаете уже в горшочек. Я уже говорила, РМ Павлина это семерка горшочек. Больше не нужно. Дальше. АВшки. Еще одна детка осталась. Больше нет. И если и будут, то может через месяц аж. АВэ Джульетта. Это такие махровые цветочки-помпончики. Они, я бы сказала, они беленькие с розовинкой. Компактная розеточка. Этому сорту тоже не нужен большой горшок. Семерка. Все. Вот эту детку, ну, в принципе, можно уже посадить в семерочку, перевалить. Только на фитиль сразу не ставить. А немножко, недельки две-три поливать. Или же с поддона, или же по краю горшочка, а потом уже на фитиль. Так, из-за вышек еще осталась вот такая вот детка АВ-прелестница. Ну, это уже можно пересадить в семерку, перевалить. Удалить вот здесь вот ювенильные листочки. Эта фиалочка у меня уже цвела. Тут вот я бутончик снимала, удаляла. Вот. И цветение было по сорту. Пестролистная розеточка. Цветы беленькие. С таким розовым, первомутровым напылением. В общем-то, красота. Можно посмотреть, как образец цветения. В интернете, в Яндексе. Забить АВ-прелестница. И посмотреть. Я, конечно, тоже постараюсь сделать вставки фото. Но у меня, может, памяти не хватить на телефоне. Вот. Поэтому видео не получится просто отмонтировать. Так. Сейчас вам еще покажу стандарты. SM Марлезонский балет. Смотрите. Вот такая вот деточка. Она уже с бутонами. Есть еще одна деточка. Так. Побольше. То есть, тут это немножко поменьше. А вот это побольше. Вот такая вот красота. Сорт вообще классный. Компактная розеточка. Вот такое вот цветение. Вот такие цветочки. С такой карандашной двойной каймой. Цветет долго. Цветет хорошо. И розетка не вырастает. Крупная. В общем-то. Вот такие замечательные детки. Готовы ехать к вам. Я выращиваю эти на фитильном поливе. У меня, детки. То есть, не на матах, а на фитильном поливе. Вот такие вот корешки. Вот такие детки. СМ. Марлезонский балет. Так. Есть у меня еще в остатках одна детка. АЕ. Стрелец Элит. Она немножечко у меня вытянулась. Ей было тесно. Но, в целом, это ничего страшного. Просто немножечко ее под освещение поставить, чтобы ей не тесно было. Эти листики со временем уберутся. Их можно укоренить и размножить. Сорт. Вот. То есть, все это исправляется. Вот такая вот одна деточка. Сейчас вам покажу, как этот сорт цветет. Вот. Такая красота. Смотрите, какие цветочки. Они фиолетово-синего цвета. И вот с такими фантазийными. Ну, это не горохи. Ну, в общем-то. В общем-то, вот такая красотень. АЕ. Стрелец Элит. Так. Есть у меня еще в излишках. Это из моих новых сортов. Да и с волшебной бутон. Вот такие детки. В наличии три таких детки. Фото я вам не покажу, потому что этот сорт у меня еще не цвел. Я только жду цветения. Но деток много. Поэтому могу поделиться. Насколько я знаю, ДС волшебный бутон, это не спортивный сорт. Там не такой сложный. Акрас. Вот. В общем-то, вот такие вот деточки. Так, еще вам покажу. Ек Рыжий Кот. В излишках есть две детки. Их так и не купили. С прошлого моего видео. Но спрашивать за этот сорт спрашивают. И спрашивают так. Правда ли, что этот сорт не любит цвести? Вот. И что он такой нехороший? Я, конечно, немножко возмущена. Это неправда. Это неправда. Сорт прекрасно растет. Никаких там ему дополнительных, никаких танцев с бубнами не требует. Вот. И зацветает. Смотрите, эта розетка молодая. Вот уже там вот цветы. Смотрите. И одновременно сорт растет. И одновременно закладывает бутоны. А пестролистность какая? У меня, к сожалению, наверное, сегодня камера выделывается. Но это такая кремовая розовая пестролистность. Тут розетка просто шикарная. Один единственный недостаток у этого сорта это длинные цветоносы. То есть цветы с длинными цветоносами. Они лежат на розеточке. Но для многих, насколько я поняла, это вообще не играет никакой роли. Допустим, я ее крыжий кот люблю. И даже за то, что у него длинные цветоносы, я не собираюсь убирать его из коллекции. В общем-то, вот так вот. Так что не бойтесь. Вообще, я так скажу, не нужно ориентироваться сильно на то, какие отзывы о сорте. Любой сорт, вам понравившийся, вы должны попробовать именно в своих условиях. Вы должны его посмотреть, потому что по видео, по фото не всегда правильно передается цветопередача. Пока вы не попробуете, вы не поймете. У меня ек рыжий кот прекрасно растет и прекрасно цветет. В наличии все так же есть две деточки. Одна даже уже с цветоносом, с цветочком. И могу выслать вот этот вот стартик. Кто пожелает. Вот такая красота. Вот эти листики можно удалить. Вот это еще такие деточные листики. Они вот такие вот тоненькие. А вот уже листы. Здесь уже взросленькие листочки. У меня эта фиалка росла на капиллярных матах. Я ее вот сегодня вам показать сняла с матов. И смотрю, здесь уже вот такие корни. В общем-то, я буду сейчас пробовать, пока не найдется желающий на эту розеточку, ставить эту фиалку на фитиль. Вот такую вот зеленушку. Я показывала в прошлом видео. Одну взрослую розеточку, ее уже купили. Спрашивают, что есть в остатках от этого сорта. Вот эта розетка, допустим, моя. Но в излишках есть вот такие вот две деточки. Смотрите. Одна побольше, детка. Вторая поменьше. Это сорт зеленушка. Очень долго цветет. Вот эту детку уже прям вот срочно-срочно нужно пересаживать с 50-граммового стаканчика в горшочек. Семерку запросто. Только на фитиль сразу не ставить. Вот эту, в принципе, тоже. Смотрите, какие корни. Тоже пересаживаем. Даже вот эту можно в восьмерку пересадить. Здесь уже есть вот бутончики и очень-очень много пасынков. Но если кому-то понравится вот эта деточка, вот эти пасынки, по крайней мере, некоторые, мне придется снять, потому что мне будет сложно упаковать, чтобы сохранить вам пасынки. Ну, а цветочек останется. В общем-то, Эмеральд Лав. Вот такая вот красота. И в излишках две детки. Одна побольше, вторая поменьше. Ну, со стандарта вроде бы все. Сейчас перейдем к мини. Так, немножко меня отвлекли. Остановилась я на сортах мини. Значит, из мини-сортов есть у меня в излишках вот такая вот детка. Макс, Солн, Терн, Спрингтайм. Это вообще полу-мини. Но, в принципе, можно выращивать как мини, можно выращивать как полу-мини. Как мини это горшочек пятерочка или же 80-граммовый стаканчик. Как полу-мини горшочек шестерка. Больше этим сортам объема горшка давать не нужно. Будет розеточка крупная. Дальше Леника. Леника я вообще, я обожаю этот сорт. Я его случайно вообще купила. Вот мне Настя присылала с канала, с другого канала блогер. И я очень рада, что она мне предложила Ленику. За что я люблю этот сорт? Я, кстати, показывала этот сорт не в одном своем обзоре. В общем-то, эта фиалочка растет. Вот такая вот, да. А потом она начинает закладывать цветоносы. Вот здесь, кстати, уже есть цветоносы. И затем эти цветоносы одновременно подрастают. Они одновременно все открываются. И долго очень цветет. Фиалочка. Более трех месяцев цветы. Держатся свежими, вообще не портятся. То есть, сорт обалденный. Вот такие две детки. Одна в пятерочке, одна в 50-граммовом стаканчике. В принципе, их можно отсюда не пересаживать. Вот эту выращивать и ждать цветения уже. И точно так же выращивать и эту. В 50-граммовом максимум можно пересадить вот эту детку. Вот в такой горшочек, пятерочку. Так, кому нравится сорт, пишите. И эти детки поедут к вам. Так, еще из мини Ле Лунная Радуга. Вот такая вот красота. Это в наличии одна фиалочка. Это уже, можно сказать, взрослая фиалка. Она давным-давно бы у меня уже зацвела. Если бы я поубирала пасынки. Здесь, смотрите, сколько пасынков у фиалочки. Так, если кому-то понравилась эта фиалочка, я предложу свой вариант, что бы я сделала при получении. Первонаперво я бы ее пересадила. Эта фиалка растет у меня в 80-граммовом стаканчике. У нее хорошие корешки. Но она как-то у меня низковато здесь посажена. То есть я бы дала вот такой вот пятерочку. Этой розетке я бы поснимала все слабые пасынки. Оставила бы пару самых сильных, самых таких красивых пасынков. И выращивала бы. Фиалка после таких манипуляций заложит обязательно цветоносы. Вот. И одновременно она будет и цвести, и растить пасынки, которые я бы оставила. Потом эти пасынки можно снять, укоренить и размножить сорт. Подарить, продать, в общем-то. В общем-то, вот так. Вот так сказала, да, что в наличии одна вот такая вот фиалочка. Больше нету и не будет, если только листики. И то. Моя, допустим, розетка, она очень белая. Вот здесь зеленые листы есть. Их можно брать для размножения. А у меня вообще вот такие белые листочки. Там даже укоренять нечего, потому что пестролистные сорта. Мы укореняем те листья, где больше зеленого пигмента. Так, еще один сортик. Это тоже полу-мини. Робсплайт скирт. Вот смотрите, какая красота. Это фантазийник. В пятерочке растет. Вот, в принципе, пересадка не нужна. То есть, получаете и дальше растите. У меня на капиллярных матах, в принципе, вот уже корешки здесь дренажных отверстий я вижу. Поэтому можно и на фитиль ставить. Цветет вообще долго этот сорт. Обильно цветет. Такими цветочками фантазийными. Цветы меняют окрас. На стеллаже это блекленькие такие цветочки. А на подоконнике более яркие. Мне больше нравятся на подоконнике. В общем-то, вот такая вот красота. Детка одна. Кто первый, тому и достанется. Так, еще покажу вам трейлера. Из трейлерных сортов стандартов у меня в остатках одна детка Лехрустальный водопад Голд. Вот такая вот хорошенькая, замечательная. Разобрали тоже этот сорт. Популярный такой в этом сезоне. Вот. Но что я заметила, что берут новички. Вот. Поэтому я хочу вам сказать о том, что этот сорт, ну, в общем-то, к нему нужно относиться бережно. Вот, допустим, я бы, приобретая вот такую детку, да, я бы что с ней сделала? Я бы ее пересадила, сменила грунт. Но в горшочек я бы ее еще не высаживала. Я бы так и оставила ей вот такой вот стаканчик. И растила бы. До тех пор, пока корневая система полностью-полностью не оплетет вот этот объем грунта. Фиалочка при этом будет расти. Вот, смотрите, будет посынковаться, и она даже может зацвести. Сейчас лето, освещение хорошее. В общем-то, на подоконнике даже будет цвести. Одна детка. Кому нравится сорт, пишите. Так, из трейлеров, что у меня тут еще есть? Трейл Элонг. Смотрите, какой пасынок укорененный уже. Вот. В наличии вот таких вот два пасынка. Больше не будет. Я не укореняла больше. Единственное, могу под заказ укоренить дополнительно. Тоже классный вообще сорт. В описании идет как кустовой трейлер, но растет он в принципе как ампельный. Я вам его тоже уже показывала неоднократно. Из трейлеров мини Бродвей Старт Трейл. Вот такая вот. Такой тоже пасынок. Один. Вот. Попозже будут укорененные листики с детками. Это такой трейлер, который не требует вообще никаких хлопот и никаких забот. Вот посадили его. У меня вот здесь синтепон на дне стаканчика. Я бы допустим этот синтепон вытащила на дно, добавила грунта свеженького и оставила бы трейлер в покое. Он сам будет расти, он сам начнет посынковаться и потом зацветет. Цветет так, что не видно на листочках. Дальше еще у меня в излишках есть один вот такой вот пасынок Робс Ванилла Трейл. Это вообще красота. Растет в 50-граммовом стаканчике. Вот такая вот корневая система. Уже начала посынковаться. Вот эта розеточка. Сейчас вам покажу свою взрослую. Робс Ванилла Трейл это ампельный трейлер. Тоже быстро растет. Не требует никаких там дополнительных манипуляций, чтобы сформировать на подоконнике методом поворачивания по часовой стрелке. Вот пересаживаете в семерочку, ставите на подоконник. Вот это основная у нас розеточка. поворачиваете ее к свету, чтобы она потянулась немножко в ту сторону и открыла вот эти пасынки. И как только вот это начнет, вы видите, она прямо в сторону начнет расти, можно потихонечку поворачивать трейлер в разные стороны, чтобы пасынки эти тоже получали освещение и росли. и в итоге со временем у вас получится вот такой вот кустик гребень, я его так называю. Вот основная голова, она идет вот сюда, вот вниз пойдет, будет плетью такой каскадом свисать, отсюда пойдет в эту сторону, тоже вниз начнет спускаться и здесь то же самое, сюда пойдет и сюда пойдет. В общем-то получится такой пушистый шарик со свисающими вниз веточками, да, как правильно сказать, плетьями и вот эти все веточки, пасынки будут цвести такими розовенькими цветочками в виде розочек и цветет этот трейлер обильно. обильно.